В поисках путей прогресса и развития страны мы стремимся к первоклассному образованию. Роль стержня в решении этой задачи, как считают эксперты, играет Высшая школа государственной политики. Именно о ней мы поговорим сегодня в эфире программы «Назарбаев университет». Здравствуйте! Глава государства поставил задачу создания в Казахстане современной государственной службы и структуры управления, которая была бы оптимальной для рыночной экономики. Для реализации данной задачи Назарбаев университет создал Высшую школу государственной политики мирового класса. Это первый академический год работы для школы. На данный момент у нас ведется прием абитурентов по программе магистра государственной политики. Уже поступило 20 заявок от абитурентов, которые желают пройти у нас обучение. Про ВОЗ ВУЗа рассказал я о критериях, по которым будет проводиться отбор абитурентов. В настоящий момент мы принимаем на магистерскую программу людей, у которых есть опыт работы, в государственном секторе не менее двух лет. Мы считаем, что современная экономика, куда относится и Казахстан, нуждается в современной государственной службе. Поэтому нам нужны госслужащие, имеющие опыт работы, но в то же время которых мы сможем обучить необходимым навыкам госслужбы. С 2011 года Высшая школа государственной политики проводит краткосрочные образовательные курсы Executive Education для государственных служащих. Сегодня число желающих пройти не только курсы, но и получить степень магистра увеличивается с каждым днем. В их числе и Геннадий Рал. Так по окончании Йоркского университета он мечтал продолжить свое образование уже в Казахстане. На магистратуру в Назарбаев университете я на самом деле планировал поступить уже пару лет. Но только с этого года они начали набор на магистратуру. Вообще Назарбаев университет это интересный проект, который в Казахстане в принципе должен создать западное образование, западный тип образования. Я сам закончил бакалавриат по Балашаку, государственное управление. И здесь как раз магистратура тоже открыли госуправление. И поэтому у меня большие надежды и мечты поступить именно в Назарбаев университет, продолжить свое образование на английском языке. По словам Геннадия, открытие школы позволит нашим госслужащим расширить свой багаж знаний. Я думаю, что во-первых, это будет расширение контактов между нашим научным сообществом и зарубежным научным сообществом. В сфере государственного управления будет обмен опытом, лучшими практиками. Мы будем что-то заимствовать с запада, как у них происходит государственное управление. Потому что на самом деле есть чему учиться у нас, имеется видно нашим государственным управленцам на западе. Я думаю, что это позволит поднять знания уровня английского языка на государственной службе. В течение двух лет Геннадию предстоит освоить программу по 16 предметам, что, конечно же, позволит ему не только наладить новые связи для решения сложных задач, но и обмениваться опытом. Двугодичное обучение, я думаю, во многом позволит мне узнать многих государственных управленцев, которые занимаются практикой в сфере государственных управленцев. Потому что здесь все же будет обучаться элита казахстанской государственной службы. И мы будем делиться опытом. Потому что, допустим, западные программы обучения, они очень построены на решении многих сложных задач. То есть это такой интерактивный процесс обучения, когда учащиеся могут работать в группах над определенными проектами и решать эти задачи. То есть, я думаю, будет реальный обмен опытом между самими студентами. Еще один важный принцип работы Назарбаев университета – это его нацеленность на партнерство с ведущими университетами в мировом рейтинге. На сегодняшний день одним из партнеров школы госполитики является школа имени Ли Куан Ю Сингапурского национального университета. Национальный университет Сингапура – крупнейший университет в стране как по количеству студентов, так и по программам обучения. Основание учебного заведения было заложено в 1905 году. Современный университет был создан при слиянии университета Сингапура и Нанянского университета в 1980 году. Сегодня здесь получает образование порядка 30 тысяч студентов из 100 стран мира. Несмотря на свою молодость, вуз имеет превосходную репутацию в мире. По данным последнего рейтинга, он не только вошел в список 200 лучших университетов мира, но и составляет достойную конкуренцию американскому университету Ель. Что же касается партнера Назабаев университета, то школа имени Ли Куан Ю является неоспоримым лидером в мире по подготовке элиты в сфере госполитики. Сегодня школа носит имя известного государственного деятеля, первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю. Под его руководством Сингапур избирной страны третьего мира превратился в одну из самых богатых государств. Получив образование в Великобритании, Ли Куан Ю вернулся на родину и сразу же приступил к проведению ряда реформ, которые позволили превратить страну в процветающее государство, где практически отсутствует коррупция, а население одно из самых благополучных и образованных в мире. О его личности сказано немало слов, но высказывание Маргарет Тэтчера в точности описывает его сущность. Он ни разу не ошибся. Главный наш партнер – школа Ли Куан Ю. Данный университет сегодня является одним из лучших Юго-Восточной Азии. В процессе сотрудничества мы разработали учебную программу. Они также помогли нам в привлечении профессорского преподавательского состава. Кроме того, школа Ли Куан Ю тесно сотрудничает с нами по созданию стратегии на ближайшее десятилетие для проведения исследований факторов, которые необходимы для реформирования государственной политики вашей страны. Контроль за качеством образования, составление учебных планов, управление и академические стандарты – все эти вопросы решаются совместно с профессорско-преподавательским составом вуза. В их числе и наша героиня, которая преподает в вузе математик. Кстати, она родилась в Казахстане, а уже затем переехала в США. И вот спустя многие годы она вновь вернулась на родину, чтобы внести свою лепту в развитие страны. Я на самом деле, мне было это очень интересно услышать, что на моей бывшей родине появились университеты, в которых преподавание ведется на английском языке, где происходит отбор студентов очень сильных и приглашаются профессора со всего, со всех стран мира. И мне было очень интересно посмотреть на совершенно новое дело, которое здесь затеяли. Мне очень нравится, да. Я бы сказала, что действительность превзошла мои ожидания. Сегодня Кира Адаричева является директором департамента по математике. Но прежде она на протяжении 16 лет преподавала в лучшем учебном заведении Нью-Йорка. Поэтому ей есть с кем сравнивать уровень подготовки наших студентов. Я сейчас самый начальный курс математический, который мы называем Calculus. Их несколько этих курсов. Это самый первый начальный курс. И я его веду для студентов, которые выбрали не математическую специальность, а скорее экономическую или биологическую. Но студенты довольно сильные здесь. И пока вот то, что я вижу, они очень-очень хотят учиться, они очень стараются. И результаты довольно хорошие в этом классе. То есть я пока преподавала только один месяц, но результатами довольно. Как призналась нам наша героиня, прожив в США достаточно большое время, она все чаще помнит о прекрасных уголках родины и мечтает в скором времени их посетить. Я очень хочу побывать во многих местах, которые я помню из своего детства. Побывать в Алма-Ате, на курорте Боровое, съездить на север Казахстана. То есть какие-то места, которые я хорошо помню. Ну и особенно, конечно, мою степь. Пипет-Пагдала. Хорошо бы там оказаться весной, в мае, когда расцветают тюльпаны, потому что это самое любимое время, когда мы ездили, их собирали. Это одну неделю, когда они цветут. Ну и, естественно, посмотреть на озеро Балхаш, естественно, это вот такая долговременная мечта, которая когда-то еще раз там оказаться. В будущем Высшая школа государственной политики планирует открытие совместной программы МПА-МБА в сотрудничестве с Высшей школой бизнеса Назарбаев университета, а также программой PHD в государственной политике. На самом деле, сегодня экономика и политика неразрывны. Буквально вчера мы торжественно открыли нашу программу МПА в школе бизнеса, а уже сегодня проводим День открытых дверей для Высшей школы государственной политики. Завтра уже совместных программ – это вопрос времени. Основной фокус в обучении будет сделан на Центрально-Азиатский регион. Кроме того, все преподаватели будут вести исследования в сфере госполитики Казахстана и параллельно внедрять полученные знания в обучение. Учебная программа предполагает четыре семестра обучения. В первый год обучения мы будем уделять большое внимание теории госполитики, во второй год – практическим занятиям. Кроме того, все практические занятия будут разработаны с учетом казахстанской действительности. Эта программа является элитной, она не похожа на другие. Для нас важно, чтобы студенты были активны, чтобы в них были жажда к новым знаниям и желание изменить сферу государственной службы к лучшему. Мы будем смотреть на IQ и способность находить различные подходы к решению проблемы. Сегодня Назарбаев университет – это передовое учебное заведение, которое готовит высококвалифицированных специалистов, отвечающих глобальным вызовам 21 века. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин